hola amigos вот сидим с дочерью на карантине времени много на работу не ходим поэтому будем записывать видео использовать как говорится с пользой сегодня я хочу приготовить блюдо который мне подсказал миша ему там понравилось у вас он ел блюдо кукуруза называется илота или эскитос не знаю я буду готовить мне понравилось стаканчика початка кукурузы у нас нет вот что нашла нашла такую вот замороженную вот потом для этого еще значит я готовить буду на сливочном масле потом значит туда надо майонез сыр с сырами значит что этот сыр вот как греческая фета вот значит вот я его уже достала и размяла покажу как это выглядит вот открыла вот такой вот сыр видите он такими брусочками это вот он соленый попробуем с ним сделать просто я не представляю что это за блюдо как она будет на вкус и взяла еще один сыр наш как бы постоянный который мы кушаем это вот я предполагаю похоже на на ваш сыр ну что-то по аналогии взяла а это наш традиционный обычный сыр я его купила уже тертый вот также использую значит кубик бульонный нас такие продаются галина бланка лимон что-то лайма я не нашла нашла лимон перчик положу когда буду варить единственное чего у нас нет это вот вашей травы когда кукуруза варится и туда я видео смотрела там значит это положили траву не знаю нас такой нету вот ну соли и чили тоже нету взяла паприку чуть-чуть присыплю нам непривычно вот эта вся острота что там этот сама перец еще и сверху чили посыпается поэтому мы как бы немножко под себя адаптируем ну вот начнем потихоньку готовить огонь думаю масло сливочное наверно не горела или может огонь надо вот пока вот нагревается миша нам рассказывает какая обстановка сама у вас мексики и судя по тому что это самое происходит у вас почти один в один то что происходит у нас вот закрыли предприятия но нас заставляют сидеть дома не ходить по улицам а миша говорит что у вас очень много гуляют народ но если не опасаетесь заразиться то конечно лучше на улице гулять потому что свежий воздух у вас тем более тепло это мы сидим потому что у нас холодно на улице вот чуть-чуть прибавим это надо я так поняла обжарить покреется вот так что здоровья вам желаем обжариваем крупненькая такая я так понимаю это кукуруза которая у нас потом идет в эти баночка консервированная такая готовая уже сладкая что вот кукурузу я обжарила теперь залью водой как-то так значит положу туда перчика я как-то не знаю даже положить а ты положи есть зернышки просто вытащи и так его прям кинь туда не нарезая сделай как я сказал ну как как не 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 вот так переворачиваешь и еще вот так чтобы на звездочкой раскрылась мне кажется надо ее пополам я смотрела как именитые повара так делают мне кажется там видишь они их не вы не вытащить этих зерна то они прямо с зернами кидать нет это очень остро сможем ли мы потом есть да не просто киа для аромата будет и прям туда и прям туда так ладно вот так пусть питает перчик теперь кубик галина бланка вот я не знаю такую наверно одну половинку может нет я подношу целую да вот немножко посолить счет кубика соль будет что-то интересное наш конечно основное это самое блюдо это картошка картофель гречи да и гречи в основном картошка мне кажется вот от мексики вот я так поняла что кукуруза это основное блюдо основной ингредиент все готовят из этого вытаскиваем пошло старта тогда можно вытащить наверное думаю мастер вытаскивать все целый перец это что-то перебор это мы погорячились да не так убираю жалко что нет у нас всяких приправ ваших южных всякие амброзии там чили разных сортов 180 я в одном видео видела там повар ходил вам по мексике и разные блюда готовил на природе так красиво все готовил и ходил по рынку и смотрел там этих чили море ну вот думаю я что кукуруза уже сварилась вот она такая красивая на вкус я попробовала тоже неплохо она у нас конечно такая своеобразная не так у вас мне кажется наверное у вас она не такая наша то такая сладковатая поэтому вот этот кубик галина бланка и перчик что я посолила но как-то вот получился такой вкус сбалансированный и хорошо что я вовремя похватилась попробовала вначале вытащил этот стручок перца я не знаю если бы он у меня варился все это время этот перец я бы не смогла наверно в рот взять это потому что очень жгучая мы к таким перцем не привыкли нас в основном еда вся такая пресная острые блюда мы не едим год ну сейчас давайте попробуем что получится положу я вот такие стаканчики и попробуем заправить разными сырами как получится сейчас посмотрим надо с водичкой чтобы было вкусненько чтобы раствориться вот два стаканчика так значит теперь куда надо сок лимона лимона я не нашла так накапаю лимон так не знаю так просто как бы помоить и не знаю как получится так майонез потом наверно можно будет добавить и попробуем значит два разных сыра вот в один я положу солененький вот этот творожный сыр такой у вас там на видео я видела он похоже на этот мимо попала а другое я посыплю обычный наш сыр который мы любим вот такое я думаю она наверно от того что горячая должно как бы поплавиться сначала вот это посмотрим что получится так чуть-чуть добавлю сюда это паприку я взяла не знаю что это для красоты так то вроде бы должно что-то такое получится вот вот такое блюдо а здесь вот такое блюдо сейчас будем пробовать что у нас получилось так этим лимончиком очень прям пахнет вкусно вот сыр день это тянется для немного вот сыр видите как плавится вкус такой интересный на что похоже неожиданный даже не знаю вот таких сочетаний вот как-то у нас такого нет как раз и лимончик и вот это вот и соль и сыр мне понравилось вкусно видите как сыр тянется как будто пиццу кушаешь настя давайте попробуем с этим сыром солененьким по моему тут немножко воды много нет ничего интересно ну тут конечно сыр соленый дает очень большую соль если делать с этим соленым сыром значит надо меньше солить кукурузу первый вариант мне больше понравился второй такой получился очень соленоватый или на ложку надо класть меньше сыра может просто сыры отличаются от нас может быть может у вас не такой соленый сыр ну это да это наверное добавляется может салаты и чтобы не солить я так думаю вот так конечно оригинально нормально вкусно хотя первый вариант больше понравился ну вот дорогие друзья делали мы ваше блюдо оцените знаю уж так не так ну каких-то ингредиентов у нас нет так что вот такие дела я 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